Донбасс Привет, я журналист Алексей Мацука. Это мой блог о том, как дела дома на Донбассе, где я родился, вырос и много лет проработал журналистом. На днях у жителей неподконтрольной части Луганской области появилась большая надежда, что уже совсем скоро они смогут проезжать на территорию Большой Украины со всеми удобствами и без очередей. Украинская сторона и самопровозглашенные власти со стороны группировки ЛНР с конца лета ввели строительство новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье. 10 ноября эти КПВВ должны были быть открыты, но этого не произошло. Отмечу сразу, что КПВВ «Золотое» с украинской стороны был открыт еще несколько лет назад, но из-за того, что не могли прийти к договоренностям в Минске, он так и не заработал. Так что же произошло? Группировка ЛНР не будет открывать своей стороны новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» 10 ноября. По словам представителей группировки ЛНР, их не устроило то, что украинская сторона сделала КПВВ «Счастье» пешеходным, а не автомобильным. А это их, как они сказали, не устраивает. Там был еще ряд других замечаний, но украинская сторона якобы не согласовала с ними, опять-таки с их слов, как представителями Орло на переговорах график работы пунктов пропуска и проезд автобусов в нейтральной зоне в районе Золотого. При этом в группировке ЛНР заявляют, что их КПВВ готовы якобы к работе. Разумеется, пока что этой открытой работе Россия не давала отмашки. Группировка ДНР тоже заявила, что не собирается открывать все свои КПВВ на линии соприкосновения с 10 ноября. И видим, что так оно и случилось. Пропуск людей продолжится только через КПВВ «Еленовка» с украинской стороны, это Новотроицка. А по понедельникам и пятницам в режиме гуманитарного коридора можно будет воспользоваться этой возможностью. И это при том, что украинская сторона заявила об открытии всех своих КПВВ в области. И это, в принципе, уже давно не новость. В итоге, от 10 ноября из 7 КПВВ на линии соприкосновения на всем Донбассе пропуск людей в обе стороны был только в станице Луганской. Около 10 человек попытались пройти в сторону неподконтрольной Украины территории через новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Однако люди с оружием от группировки ЛНР развернули этих пассажиров обратно. Сейчас все они находятся в так называемой «серой зоне». Потом на КПВВ «Золотое» вернулся обратно один водитель на автомобиль. Пропуск на той территории не существовали, потому что у них несостыковка пересечения. Они не готовы к пропуску, я не знаю. Кстати, после претензий группировок ЛДНР в адрес Украины, наша делегация выступила с предложением обсудить вопрос на Минской площадке, чтобы в конце концов договориться и не мучать, не издеваться над этими несчастными людьми. В итоге сплошные обвинения и один лишь намек на конструктив. Сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Эти условия чисто технические. Представители ОБСЕ призвали российскую сторону открыть КПВВ до конца этой текущей недели. Но российская сторона, как мы знаем, очень халатно относится к требованиям международных организаций, показывая тем самым неспособность конструктива. Если КПВВ счастье все же заработает, люди отдельных районов Донбасса смогут получать социальные выплаты. Там построен сервисный хаб, в составе которого, среди прочего, будет работать и отделение счетбанка, и установлены банкоматы. И все это реально уже готово к работе. Кроме банка, в составе сервисного хаба также будет работать СНАП, это предоставление административных услуг, пункт бесплатной правовой помощи, пункт медицинской помощи, комната матери и ребенка и другие важные и нужные сервисы на линии соприкосновения. Осталось только действительно помнить о пандемии, соблюдать санитарные меры и, конечно, наконец-то открыть КПВВ. Я и дальше буду следить за ситуацией на Донбассе. Вы не забудьте подписаться на телеканал Дом. Мы есть во всех соцсетях. Пишите нам, ни одно письмо не останется без ответа. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова